Надо что-то сказать про слово, а я не буду ничего говорить про слово. Я про слово вам просто песенку спою, хоть петь я не умею. Поставить песенку не можем, потому что права надо очищать, это сложно всё, а спеть можем. Всё идёт по плану. Умите современники моего отрочества и детства, как мы пили такое в подъездах и школьных раздевалках. Всё идёт по плану, слава Богу. Спасибо большое тем, кто этот план придумывал, тем, кто его реализует, тем, кто трудится на заводах, тем, кто рискует жизнью своей и теряет свои жизни на фронте и всем, кто за этим стоит. Просто спасибо. А мы сегодня о том, что идёт не по плану. И знаете, сколько угодно можно говорить, что это ответ на зверство Хамас. И другой ещё аргумент, удивительный, что Израиль это делает для того, чтобы освободить заложников. Но чушь собачья, послушайте, вы каким детсадовцам это объясняете? Вы же прекрасно понимаете, что под этими ковровыми бомбардировками заложники умрут в первую очередь. Ну не во вторую, может быть, в третью, если не в первую. Какая разница? Они погибнут или их зарежут от злости. Те звери, которые, да, их утащили, это не делает их меньшими зверьми. Не их не делает меньшими зверьми то, что вы с ними творите. Не вас не делает меньшими зверьми то, как вы на это зверство отвечаете. А самое главное, что они же уже заявили, что они готовы обменять всех заложников на всех своих заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Эти, что не заложники, точно такие же заложники. Но обменяйте одних заложников на других заложников. А может быть, это моральное преимущество? Может, этот моральный авторитет, он был дутый? Может быть, все это время вы и были звери? И особенно думают об этом те, кто наблюдают за тем, что творится в израильском сегменте тиктока в это время. Я развидеть хочу это все. Лучше бы я это не видела, потому что, ну, вообще непонятно, как с этим жить дальше. Что осталось-то в человечестве? Только мы и остались, неужели, в России. Это ужасно. Очень печально. И хочется все время говорить, это человечество испортилось. Несите другое. Есть такой, как американцы говорят, side effect, да, побочный эффект этого всего, который кажется мне положительным. Все наконец-то показали свои истинные лица. Блинкин, госсекретарь, рассказывает всему миру, что он попросил правительства Катара приумерить пыл Аль-Жазиры. Ну, чтобы Аль-Жазира не рассказывала всю правду про то, что там творится, как она это делает. Мне совершенно все равно, что Аль-Жазира, что Блинкин. Ну, послушайте, а как же вы же нам говорили свободу слова, независимые СМИ. Следом выступила АРД. Это очень смешно. Немецкий телеканал, который выпустил методичку, разослал ее по своим сотрудникам, как им следует понимать и, соответственно, как им следует комментировать и как им следует думать обо всем Палестино-Израильском конфликте. Это просто чудесно. Просьба избегать выражения «бойцы Хамас». Согласно указанию главной редакции, если речь идет о Хамас, нам следует отказаться от эвфемизмов и называть членов этой организации не бойцами, а террористами. Это те самые люди, и немецкое правительство, и Блинкин, которые все эти годы, десятилетия, учили нас не ковыряться в носу и заливали нам в уши про свободу слова, про независимые СМИ. Нет независимых СМИ. И не было никогда. Просто одним СМИ повезло быть зависимыми от своего государства, от своего народа, от своей Родины. А другим СМИ, как несчастному АРД и несчастной Аль-Джазире, не повезло быть зависимыми еще и от чужого государства, от чужого госсекретаря, от чужих каких-то указивок из Вашингтонского обкома. И дальше продолжаем, как все. Слетели маски. Вот что заявляет Байден. Я собираюсь отправить в Конгресс срочный бюджетный запрос для финансирования потребностей национальной безопасности Америки для поддержания наших важнейших партнеров, включая Израиль и Украину. Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды для американской безопасности на протяжении поколений. Вы понимаете, война экономически выгодна. То есть все то, что я много раз говорила в эфирах о Володе Соловьево, и сам Володе говорил, и многие-многие люди говорили, что Соединенные Штаты Америки подпитывают всю войну, что для них просто отлично и прекрасно, если в мире будет как можно больше войн. Потому что война Вторая мировая – это единственное, что спасло Соединенные Штаты Америки от самоуничтожения. И они поняли, какой простецкий рецепт. Что-то не ладится в экономике, а даже если ладится, всегда же хочется больше. Ну, гегемоны всегда хочется еще больше. Давай-ка войну какую-нибудь надо замутить, нам от этого будет только лучше, рассуждала всегда Соединенные Штаты Америки, страна Соединенных Штатов Америки, но всегда прикрывала это разговорами, что нет, ну вы что? Ну, здесь мы боремся с химическим оружием, а здесь мы боремся с истреблением албанцев, а здесь мы боремся еще с шут знает с чем. Ценности. Это все ценности. Демократия, свобода, гуманизм, безопасность. Чушь собачья! Прямо заявил президент Соединенных Штатов Америки, потому что этот бред про ценности устало слушать его собственное население, которое говорит, да плевать нам на ваши ценности. Бабло где? Ну, не понимает население, ему же ни разу до этого не объясняли, ему же говорили, это ценности, поэтому мы тратим бабло. А тут ему сказали прямо, нет никаких ценностей, мы зарабатываем на войне гораздо больше бабла, чем мы на нее тратим, точка. Возрадуйтесь! И они возрадовались. А нам остается возрадоваться лишь тому, что лицемерия становится меньше. Маски срываются. И это замечательно.